Я еще раз приглашаю всех наших телезрителей нам звонить, телефон на экранах, писать нам на сайт, на электронную почту, читать наши блоги, обращаться через микроблог в Твиттере. И вот небольшую подборку, я думаю, мы к такой практике подойдем каждую передачу, 5-7 минут будем уделять обращениям граждан. Через сайт обратился Слепчук Владимир Николаевич, работал капитаном на корабле, задержали выплаты после увольнения, можно ли обратиться? Можно, нужно и всякую помощь окажем. Марина из Чапаевска, общежитие на улице Щерс 117, в отвратительном состоянии, что делать? Будем разговаривать с Чапаевской властью. Владимир из Тольятти, номер на 1766 оканчивается. Хочет просто вступить в партию. Мы уже, Владимир, ваш телефон передали нашему руководителю в Тольятти, это Евгений Индашивин, активист, рабочий ВАЗ, он с вами свяжется. Гакман Григорий Васильевич интересуется проблемами ЖКХ, спрашивает, почему ЛДПР не проводит акции мониторинг. Недостаточно информации мы даем. Мы мониторинг тарифа ЖКХ первой независимой провели в этом году по Самарской области. Выяснили, что в Самаре по воде рост превысил 15%, в Новокубешске под 30% по воде, хотя с больших трибун руководство страны говорит не больше 15%. Ждем ответы из нашей ненаглядной мэрии. На сайт Думы пришло обращение от Чугункина Сергея Николаевича, Мичурина 122, просит воздействовать на ПТС-сервис. Воздействуем. Завтра, кстати, будет личная встреча у меня с начальством из этой организации по этому вопросу. Просит в садике помочь. Поселок Осинки Волжского района просит молодежь поставить им хоккейную коробку. Поставим. Они уже подготовили площадку. Никаких проблем. Партия поможет скинуть с членами координационного совета. Поляков Валерий Андреевич. Ветеран просит улучшить жилищные условия. С городом уже связались, с городской администрацией, с Самарской. Все меры примут по максимальным срокам. И мы обязательно проинформируем наших телезрителей. Ну и, в общем, очень много обращений. У нас телезрители как раз буквально сегодня звонили. И очень интересуются семьей Таразановых. Все о ней знают и помнят. Вы говорили о ситуации в этой семье Медведеву, президенту. Есть какие-то подвижки вообще? Да, семья Таразановых. Я напомню, у них 8 детей. Бабушка, отец. Единственная работающая. И матушка Наташа. Она сейчас, кстати, на последней стадии рак. Президент просил региональной власти помочь. Единственный, кто откликнулся, это наш губернатор Владимир Владимирович Артиков. Вместе с РЖД нашли возможность. Квартиру им выделяют. Продолжение следует.